Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем отрывок статьи из нашего курса по акушерству и гинекологии про сильную или выраженную или тяжелую рвоту при беременности. Рвота это vomiting, severe это тяжелая, severe vomiting in pregnancy это тяжелая рвота при беременности или сильная рвота. Sickness in pregnancy, sometimes called morning sickness, is common. Around eight out of every ten pregnant women feel sick or nauseous, are sick, experience vomiting, or both during pregnancy. This doesn't just happen in the morning. Sickness это тошнота, иногда она называется morning sickness, утренняя тошнота, и это является распространенным типичным явлением. Примерно around восемь из каждых десяти беременных женщин чувствуют тошноту. Around eight out of every ten pregnant women feel это чувствовать и ощущать, sick это прилагательное, буквально тожнящим, и nauseous здесь это синоним. Are sick имеется в виду уже что они вырывают, что у них есть рвота. Experience, испытывать, vomiting, рвота. Both это оба состояния. During pregnancy, во время беременности. Это не происходит только утром. Част здесь это только. For most women this improves or stops completely by around weeks sixteen to twenty. Although for some women it can last longer. Для большинства женщин это состояние improves, улучшается или уменьшается. Or stops completely или проходит полностью. Completely это полностью. К какому времени предлог by around приблизительно к шестнадцатой тире двадцатой неделе. Хотя although для некоторых женщин it can last longer. Может длиться это состояние дольше. Some pregnant women experience very severe nausea and vomiting. They might be sick many times a day and be unable to keep food or drink down, which can impact their daily life. Некоторые беременные испытывают очень выраженную, очень тяжелую, очень сильную тошноту и рвоту. They might be sick. Они могут вырывать many times a day. Много раз за день. And be unable и могут быть неспособными unable to keep food or drink down. Keep down имеется ввиду удерживать. То есть все, что они съедают или выпивают, вырываются. Это очень специфическое выражение to keep food или drink down. Can impact their daily life. Это влиять на их обычную повседневную жизнь. Такая чрезмерная или избыточная тошнота и рвота называются или известны как тяжелый токсикоз беременна. И зачастую подобное состояние нуждается, требует hospital treatment, лечения в стационаре или лечения в больнице. Точно сколько беременных женщин имеют, развивают, получают, страдают этим тяжелым токсикозом неизвестно. Is not known. Так как, as здесь это, так как, some cases, так как some cases, некоторые случаи may go unreported. Буквально могут пойти недоложенными. Но, конечно, мы так не говорим. Мы скажем, могут остаться незафиксированными, незарегистрированными, незадокументированными. Это слово образовано от глагола report – сообщать, то есть о них женщины не сообщают. И здесь мы с вами видим конструкцию, которая называется complex subject или сложное подлежащее. Если вы не знакомы с этой грамматической структурой, обязательно ее изучите или приобретайте наш курс по грамматике в медицине, так как такое грамматическое явление очень часто встречается в медицине на английском, и нужно понимать, как оно образуется и как переводится. Ну, а пока мы с вами просто переведем, считается или полагают, что примерно от одной до трех женщин из ста беременных страдают этим сильным токсикозом. Если у вас часто рвет и вы не можете принимать пищу, сообщите, расскажите вашей акушерке или доктору, или обратитесь в больницу как можно скорее, так как существует риск, что может возникнуть дегидратация или обезвоживание, а буквально вы можете стать дегидратированным, обезвоженным, и ваша акушерка или врач смогут убедиться, что вы получаете правильное, подходящее, соответствующее лечение. Правильное лечение это либо right treatment, либо appropriate treatment, либо proper treatment. Если это видео было вам полезным, обязательно подпишитесь на наш канал «Медицинский английский» с Татьяной Глушковой и напишите в комментариях, на какие темы вы бы хотели увидеть мои видео уроки. Для тех же, кого интересует акушерство и гинекология, у нас есть отдельный курс. Пишите, и мы с удовольствием поможем вам выучить медицинский английский, необходимый для вашего профессионального роста. Субтитры создавал DimaTorzok